18 августа 2014 года на тогда уже бывшем настоящем мистическом телеканале вышел сериал Слепая, сразу же завоевавший огромную любовь зрителей. Но никто даже не догадывался, что за несколько месяцев до этого Баба Нина дала секретное интервью сотрудникам телеканала. И я был одним из них. Странность происходящего была в том, что на интервью руководство разрешило взять только простые карандаши и листы бумаги. И хотя мы работали на телевидении, были запрещены любые камеры и даже диктофоны. Информация записывалась от руки и сводилась в один документ. Мистификация усиливалась тем, что были запрещены любые вопросы про имена и фамилии. Поэтому для меня этот человек навсегда остался Бабой Ниной. Но речь в том секретном интервью шла о ее реальной жизни. И вот что она нам рассказала. Зрение она потеряла в детстве. Соседский мальчишка просто из шалости бросил ей в голову кусок угля. В результате она начала слепнуть. Все присутствующие сразу обратили внимание, что эта история сильно похожа на историю Ванги. Как известно, болгарская предсказательница потеряла зрение в детстве во время урагана. На это Баба Нина сказала, что Ванга ей никогда не была близка, гораздо больше ее поддерживала история Матроны Московской. И хотя та была слепой с рождения, а не в результате несчастного случая, именно к ней в трудные моменты жизни обращалась Баба Нина. Так на наших листочках появилась одна и та же фраза как Матрона, как Ванга, которая позже появилась в роликах сериала. Баба Нина также вспоминала, что лечить ее пытались не только врачи, но и ее прабабушка со стороны отца. Еще в детстве с прабабушкой тоже случилось несчастье. Из-за сильного сколиоза у маленькой девочки вырос горб. После этого у нее открылся дар исцелять людей. Но помочь своей правнучки она не успела, умерла только начав лечение. Хотя сама Баба Нина считала, что сохранила возможность видеть яркий свет только благодаря своей прабабке. Вскоре после похорон прабабки, мать Бабы Нины призналась, что в ее роду тоже были женщины, умевшие лечить травами. Помогали целебными отварами бесплодным. Выхаживали больных животных. Как у Ванги и у Матрона жизнь Бабы Нины никогда не была легкой. Работала она на низкооплачиваемой работе, полученной через общество слепых, плюс получала скромную пенсию по инвалидности. Но были ей моменты счастья. У нее был сын, в котором она души не чаяла. Но в 16 лет он познакомился с системой, то есть с хиппи, которые только появились в СССР. Он отрастил себе длинные волосы и ушел на несколько лет из дома. Все эти годы Баба Нина сильно переживала за него, но чувствовала жив. В конце концов он вернулся домой живой и невредимой. Впрочем, в сериале сын совсем не упоминается, зато Бабе Нине помогает внучка, которая к тому же ведет какое-то время про нее блог. В сериале у Бабы Нины есть дом. Принимать посетителей она предпочитает не в доме, а во дворе на свежем воздухе. Но начальные ролики мы снимали в двух разных домах. Один в Подмосковье, другой в другой области. На экране у Бабы Нины есть целое хозяйство. 44 курицы, корова с двумя телятами, кролики, индюк, коза и два козленка. К сожалению, в реальной жизни Баба Нина жила гораздо скромнее, так что и животных содержать было негде. Во многом она сильно походила на свой экранный образ. Она не очень любила говорить о себе, все рассказывала просто. Жила уединенной по деревенской привычке, много работала до самой смерти. Часто съемки длились по 18 часов в день, а она не просила ни выходных, ни перерывов. Баба Нина умерла на 76 году жизни, в декабре 2020 года, и похоронить завещала скромно. Хотя в сериале снята серия, где говорится о ее смерти, а ее место занимает новый, уже совсем выдуманный персонаж. Многие из фактов того секретного интервью позже разошлись в прессе. Например, как продюсеры познакомились с ней в подмосковной электричке. А вот с другими журналистами баба Нина так никогда и не говорила.